Добрый день, друзья! С вами Олег Богданов. Будем подводить итоги недели. Традиционно с нами эксперт финансовой платформы Bitbanker Владимир Зернов. Владимир, добрый день! Здравствуйте, Олег! Позвольте, я начну с общей картинки, которая сформировалась на этой неделе. Много было различных событий, достаточно интересных. Начнем, наверное, с нефти. Здесь не реализовался геополитический сценарий, который ожидали. Это ответные удары Израиля по Ирану, всячески на них давили Соединенные Штаты, и Израиль отказался, судя по всему, наносить удары по нефтяным иранским центрам, и из-за этого нефть упала. Но поддержали нефть неплохие китайские данные, вышел блок как раз статистики китайской, стимулирование китайское. Все это пока держит котировки выше 70, будем так говорить, долларов за баррель, что, в принципе, нормально и неплохо для нефтяного бизнеса. На этой неделе ЕЦБ снизил ставку на 25 базисных пунктов. Это было ожидаемо, может быть, не совсем ожидаемо. Мягкая позиция европейского ЦБ. Они, собственно говоря, продолжат снижать ставки. И много было различных событий, как геополитического, военно-политического характера, так и, собственно, внутрироссийских тем, корпоративных и макро-тем было очень много. Было заседание, вернее, форум в Сочи финансовый, Финополис. Там выступали представители нашего банковского сообщества, модерировала всю дискуссию Эльвира Напиулина в руководстве ЦБ. В общем, давайте, Владимир, обо всем об этом поговорим. Нефть. Итак, минус 6%, да, по-моему, по итогам недели фьючерсы. Ну, что здесь? Только Израиль или какая-то, может быть, ситуация с экономическими какими-то данными влияла негативно на нефтяные цены? Ну, нефтяные рынки, как только они отвлеклись от ситуации между Израилем и Ираном, они снова обратили внимание на Китай. Китай продолжает стимулировать свою экономику, но есть такой консенсус, что стимулов недостаточно. Вот сегодня вышли довольно неплохие данные по Китаю, но рынок не реагирует, несмотря на то, что у них и розничные продажи подросли выше ожиданий, и вроде темп роста ВВП тоже выше ожиданий, но рынок ожидал, видимо, большего и остается под давлением. Проблема в жилье. Падают цены на жилье в Китае, не удается им запустить маховик строительства, много незавершенных домов, это история известная, города-призраки и все в таком духе. И именно опасения по поводу спроса со стороны Китая сейчас являются главным драйвером для нефтяного рынка. Понятно. Ну, в общем, в целом, по большому счету, мы в таком диапазоне, рынок находится, 70-80, вот гоняет туда уже достаточно долгое время, гораздо ниже не идет, потому что нужно убедиться, что рецессия есть, тогда будет основание серьезное для того, чтобы проваливать котировки, ну, во всяком случае, поиграть в эту сторону. Плюс геополитика мешает. Очень уникально, ну, и не уникально, я бы так сказать, интересная раскорреляция образовалась на мировом рынке на этой неделе, индекс доллара продолжал расти, ну, здесь и заседание ЕЦБ сыграло свою роль, мягкая позиция Центрального банка, Кристин Лагард. Доллар вырос где-то на полпроцента по индексу, а в это время мы наблюдаем рост цен на золото. Унция за неделю, вот на данный момент, мы записываем в 14 часов эти итоги, золото находится на 2,711, выросло на 2% за неделю, и биткоин у нас получился за неделю рост в 11%, 67-800. Ну, биткоин некоторые связывают с Трампом, но Трамп начал опережать по опросам Харрис в предвыборной гонке, но вот золото, оно никак не коррелирует вообще ни с чем, да, то есть доходность растет, государственных облигаций раньше при этом золото снижалось, а доллар растет, золото не реагирует. Что происходит, Владимир? Ну, происходит то, что мы обсуждали в прошлый раз, происходит приход ликвидности на рынки, потому что политика Центробанков, она смягчается, как ЕЦБ на этой неделе, так и ТФРС все равно ждут продолжения снижения ставки, и, соответственно, деньги приходят на рынок, им нужно куда-то идти, они идут и в крипту, как мы видим, в биткоин, я думаю, что это в основном ликвидность и в меньшей степени Трамп против Харриса и изменения в опросах, так и в золоте. Но в золоте еще есть поддержка, конечно, со стороны Центробанков и со стороны тех инвесторов, кто слегка опоздал на этот поезд и спешит впрыгнуть в последний вагончик, пока поезд не ушел к трем тысячам за унцию. Знаете, Владимир, у меня еще такое ощущение, нет ли здесь игры на геополитику, на ожидание каких-то проблем серьезных, раз суверенные фонды уходят в актив, где нет рисков, в золото, значит, чего-то тут неблагоприятного, но мы увидим, что, так сказать, развитие событий именно в этом направлении растет, вот что-то можно ожидать до Нового года, я бы так уже ставил рамки какие-то, что-нибудь неприятности серьезных, или мы уже находимся уже на пике этих неприятностей, и дальше будет только все более-менее спокойно. Как у вас какие ощущения? Для того, чтобы погадать на геополитику нужен хрустальный шар, здесь все, я считаю, гораздо проще, дело в том, что как центробанки, так и фонды, они оказались недопозиционированы в золоте, в условиях растущей геополитической напряженности, и в условиях того, что страны начинают делиться на друзей и недрузей, и поэтому нужен какой-то актив, который будет слабо подвержен блокировкам, и которым можно в случае чего рассчитаться. Соответственно, фонды ставят на то, что центробанки будут покупать, и поэтому цена будет расти, и сами покупают. Ну, а центробанки они покупают просто, потому что им нужно. Потому что они посмотрели, например, что произошло с российскими резервами, и те, кто это может себе позволить, пытаются аккуратно диверсифицироваться. Ну, кстати, я обратил внимание на данные, которые выходили на этой неделе, от казначейства американского по притоку средств в активы нерезидентов, и там очень интересная картинка, причем данные за август, они с опозданием где-то в 2-3 месяца их обычно публикуют. Ну, и очень большой приток шел в трежерис, где-то плюс, по-моему, 168 миллиардов долларов, общий объем там 8,5 триллионов, по-моему, до рекорда он дошел. Но очень интересно позиционировать. Ну, понятно, что в августе заходили в трежеря, потому что ставку неожиданно или ожидаемо, Федрезерв, вот это тоже интересная история, срезал в сентябре на 50 пунктов, да, цена, естественно, выросла, и неплохое они получили плюс, конечно. Заходили все практически дружественные союзники, будем так говорить, Соединенных Штатов, плюс из Каймановых островов деньги в большом количестве зашли в американские трежерис. Совпадение, ну, не знаю, на таких объемах играть в игры очень сложно. Но это был пик, когда, так сказать, после уменьшения инвестиций начался разворот, и большие деньги зашли в трежерис. Доходности там выросли, ну, тогда снизились, и снова сейчас на этой неделе доходности подросли из-за того, что данные были неплохие по розничным продажам. Владимир, я предлагаю к нашим перейти, делом к российским. Ну, фондовый рынок, сейчас посмотрю, за неделю у нас, по-моему, полпроцента, кстати, мы в плюсе по индексу Мосбиржи на данный момент. Мы в плюсе, несмотря на то, что, так сказать, рынок болтает, и общее настроение не очень хорошее, и связано это с ростом ставки. Вот на следующей неделе, нет, да, на следующей неделе уже, 25 октября, Центробанк будет принимать решение. Биулина Эльвира решила, так сказать, поиграть, так сказать, в ромашку, будет, не будет. Говорит, есть варианты и такие, и такие. Другие представители ЦБ говорили о том, что, ну, все, так сказать, инфляционное настроение, на знаниях, ожидания начали расти, ставку поднимут. Консенсус плюс 100, то есть до 20. Ну, в принципе, красивая цифра. Вот ваши ожидания какие? Некоторые считают, что они могут и не повысить. Некоторые считают до 22. Костин сказал, чего от этих женщин ждать может и 25 быть. Ваши ожидания какие? Ну, в пределах консенсуса плюс 100. Дело в том, что инфляционные ожидания продолжают расти. Есть активность на долговом рынке, причем это активность не только рефинансирования, это активность, очевидно, инвестиционная. Это то, как раз, что Центробанк пытается сбить. Верно это или неверно, это отдельный вопрос, но считает Центробанк, что в том числе и за растущей инвестиционной активности продолжает раскручиваться муховик инфляции. Поэтому поднимать им придется, если они будут следовать своей же логике. Но учитывая, что на них уже идет определенное давление, довольно серьезное со стороны бизнес-сообщества, о том, что с такими ставками долго жить вообще-то тяжело, то, скорее всего, плюс 100 оно и будет. И второй важный вопрос, это последнее повышение или дальше уже в зависимости от ситуации? Я думаю, что в зависимости от ситуации, потому что бюджет проинфляционный, но самое главное это то, что бюджет у нас был и в этом году проинфляционный, но его расходы росли, его корректировали в сторону увеличения. Никто не может сейчас гарантировать, что и бюджет следующего года в результате по расходной части не будет скорректирован в сторону увеличения, потому что могут возникнуть расходы, которые будет совершенно необходимо совершить, и мы понимаем по каким причинам. И это будут такие расходы, по отношению к которым нельзя торговаться, и тогда просто поднимут еще раз расходную часть, и Центробанку придется поднимать ставку для того, чтобы как-то избежать все-таки турецкого сценария. Ну и теперь о рубле российском. Тут очень много было различных спекуляций на курсовую тему. В первые дни, понедельник-вторник, агентство Bloomberg выбросило информацию, что согласно их данным, у них источники в правительстве, оказывается, до сих пор какие-то есть, правительство будет толерантно, если курс в паре доллар-рубль перевалит за 100, или там пройдет эту отметку, то есть не будет таких панических каких-то настроений, все идет в рамках такой контролируемой девальвации, контролируемого ослабления рубля. Рубль на этом деле ослаб, там до 98 доходили. Потом у нас, видимо, начались какие-то движения достаточно непонятные. Да, и Центральный банк лимит по своп-операциям с юанем снизился до 25, то есть объем предложений юаней сократили, но вроде бы это вписывалось, потому что объемы операций с Центральным банком упали. Вот вчера было, по-моему, 15 миллиардов, минимум за последний месяц. Вроде бы логично, но с другой стороны, ставки по юаням, вот сегодня 13,90, они выросли за последние два дня максимальные, ставки, вот репост ЦК, вот эти операции, то есть абсолютно нелогичная ситуация, рубль 13,45, но нет уверенности, что он будет стоять на этом уровне, я имею в виду юань-рубль, и не рванет в какой-то момент дальше. И причем, знаете что, Владимир, я обратил внимание, что всю информацию, та же биржевая информация, по объемам они давно закрыли на валютном рынке, а сейчас вот даже своп-операции юань-рубль, они просто заводят сделки Центрального банка, они не дают какие-то межбанковские сделки и другие сделки, поэтому мы вообще в полной темноте. Вот здесь чего ждать? Вот налоговый период у нас впереди, будет работать или не будет, как обычно? Ну, он уже в последнее время не так хорошо и работает, потому что экспортеры довольно равномерно заводят валюту, сами ищут тот момент, когда им выгоднее продать, плюс ЦБ же снизил норму обязательно продажи валютной выручки. Это однозначно говорит о том, что ЦБ готов к тому, что рубль будет уходить дальше, потому что нужно снизить давление на бюджет, но есть и фундаментальный фактор, это разница в инфляции между США и Россией. В России существенно выше инфляция, при прочих равных рубль должен слабеть к доллару. Это и происходит, потому что он какое-то время укреплялся, это было связано с искусственными ограничениями, скорее он просто возвращается к новой норме. Правительство приняло решение, не будем все на ЦБ списывать, все-таки правительство приняло решение о снижении обязательной продажи, это их епархия, а ЦБ приняло решение о снижении предложений юлани, то есть как-то они в одном направлении работают. Давайте про следующую неделю говорить, вот ситуация с российским Центробанком, мы обсудили, какова с вашей точки зрения будет динамика на валютном рынке, ну в принципе вы уже мнение свое сказали, что рубль будет слабеть, я говорю о глобальном рынке, будет ли укрепляться доллар, и будет ли дальнейшее снижение цен на нефть, с вашей точки зрения. Доллар очень сильно ралли идет с низов этого года, и в какой-то момент все-таки должно произойти небольшая фиксация прибыли, скорее всего ближе к Федрезерву, потому что, ну мало ли, что они там скажут, этого никто еще не знает, и у фондов есть хорошие прибыли, те, кто брал в самом низу, наверняка частично они будут фиксироваться. Поможет ли это нефти или нет, трудно сказать, вообще корреляция между нефтью, долларом и, например, трежерями, она сейчас практически отсутствует, потому что нефть смотрит на геополитику, и нефть смотрит на новости по спросу. Вот Китай, и еще в ЕС все совсем негладко с экономикой, там явно будут проблемы со спросом на нефть и прочую энергию. Ну, кстати, еще не сказали про отчеты компаний, а вот отчитывались европейские компании, ухо отчеты в большей части негативные, американские отчеты лучше выглядят, поэтому рынок на максимальных значениях. Ну, и я в заключение должен напомнить, что все основные операции в паре USDT-RUB, Tether-RUB, все это на платформе Bitbanker, стакан ликвидный, объем операции достаточно большие, инвестиционные решения тоже на платформе Bitbanker, мои открытые каналы валюты о рубль, закрытые, Богдана в курсе. Владимир, большое спасибо за то, что вы разъяснили ситуацию. Владимир Зернов, эксперт финансовой платформы Bitbanker, ну и с вами был я, Олег Богданов, всем удачи, до встречи. До свидания.